Вадьба будет, но типа попозже. Думаю, а что попозже, я столько лет с человеком. Ну да, был большой промежуток в наших отношениях, но я не думаю, что это так всё поменяет. Но мы решили всё-таки попозже, и что всё-таки сделает он предложение, а не я. Решил всё-таки по принципам идти. А мне хотелось немного по другим принципам пойти, потому что хотелось что-то такого необыкновенного. Я и так сохранилась в этом. Вот так вот печально всё получилось, но мы всё равно вместе. Всё хорошо. Вы очень красивая и хорошая пара, но он очень долго принимает решение, поэтому эмоции похода через край. Мы вместе решили, и в итоге что пошло не так. Да, эмоции мои пошли через край. Просто оказывается, мой молодой человек слушает чужое мнение. Раньше я не думала, что он зависит от чужого умения, а после того, как я приехала через пару дней, я в этом убедилась. Потому что реально всё было хорошо, он был согласен, мы с ним созванивались, по поводу даты разговаривали. И тут как бы вот так вот печально получилось. Но я на самом деле поначалу прям расстроилась, мне было очень неприятно. Ну а сейчас уже к этому отношусь нормально, и пока не хочу эту тему свадьбы трогать. Решили, что... Ну, он говорит, что свадьба точно будет, но когда он сделает предложение, я не знаю. Вот, чтобы это было неожиданно. Так, что там ещё? Позови Лизу, я хочу спросить, почему она меня в чёрный список кинула. Она уже ушла. Не знаю, почему она кинула в чёмный список. Я у неё обязательно спрошу. Теперь всё мама. Лиза! А ты почему какого-то Вову кинула в чёрный список? Почему? Не знаю. Пишет человек, который... Вова, которая хотела с ней познакомиться, но ты в чёрный список его кинула. Она не знает. Может, это не она его кинула. Что произошло у Кристины и у Артёма? Да ничего, они вместе, всё хорошо у них. Да я спросила, а она вообще понятия не имеет, что за Вова и почему она на чёрный список кинула. Тебе не кажется, что в итоге твой парень идёт к Насте Ренашвили? Нет, мне это не кажется, потому что... Просто он гляпнул это слово, когда у него парни спрашивали, ну, какой... типаж, ну, примерно, типа, кто на проекте тебе нравится. Ну, не то чтобы нравится, ему просто нравятся брюнетки. Я всегда была брюнеткой, и, наверное, он вот это ляпнул, не подумав. И после этого всё пошло, вот это вот шутки, не шутки. Я тоже над этим шутила, смеялась, но потом ему в итоге стало этого неприятно. Вот. И больше таких шуток у нас нету. И Насте ему на самом деле не так уж и нравится. А если бы так уж прям сильно нравилось, он бы уже давно к ней ушёл. Вот. Ты лучше Насте, но, блин, как-то странно, он с ней общается. Понимаете, просто Настя приняла это общение, типа, как за флирт, и начала всем рассказывать, что, типа, он с ней флиртует. На самом деле он со всеми так общается, никакого флирта не было. Он разговаривал с ней по поводу свадьбы, типа, что, как лучше, вот, пока меня не было. Потом там насчёт, там, тренировки разговаривал, то есть прям такого конкретного флирта, чтобы он ей там что-то там дал какого-то намёка не было, потому что он со всеми там девочками общается. И он по поводу свадьбы разговаривал с Катей, по-моему, потому что вот у них будет свадьба, ну, что они примерно на эту тему уже знают, что, как, и он у них просто там посоветовался в каких-то вопросах. А Настя это приняла как за флирт. Может, просто Сергею нравится Насте, поэтому она к нему так относится. Флиртушник, блин. Вот. Как-то так. Так что никуда не денется. Влюбиться уже, влюбился и женится. Нет, нет, так и нет. Ничего страшного, найдём другого. Ладно, я шучу. У меня вот эти вот шутки, вот из-за этих шуток вся эта тема и поднялась. Так что мне нравится что-то меньше с нами с этим. Проблемы дальнейшие. Я же начинаю зависать. Ты очень... ты такая класс... класс... а, красиво... красиво... на чё-то... на чё-то... спасибо... тебе шо... очень приятно... с... этой... адрес... 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 пиздец... да мне по... все по... ребят, я, короче... очень... очень... так что... я, возможно, войду в эфир, если вы не будете спать. о, сейчас вот не завязает, когда я забралась. И мне кажется, что Настя к нему неравнодушна. Вы хорошая пара, приятно за вами наблюдать. Да, я тоже думаю, что просто Насте он реально нравится, и поэтому всё так... ой, куда я пошла. Вот, так что спасибо, что мы хорошая пара, надеюсь, Настя будет хорошо. А что там это дело, нам сухаримся, да? Я, я прям в эфире. Прям в эфире, вот Артёмчик, вот он, красавчик. 21 человек, здрасте.